Площадкой для проведения фестиваля робототехники по традиции стал Тамбовский лицей номер 14. В этом учреждении действует собственный центр робототехники. Однако сейчас не об этом к научному бою. Готовятся ребята практически всего ЦФО. С 2015 года событие носит статус межрегионального. Девятый фестиваль робототехники собрал беспрецедентное количество участников. Это 180 юных конструкторов и изобретателей из Тамбовской, Воронежской, Липецкой и Пензенской областей. Около часа участникам дается на отладку роботов. В этой команде из Мичуринска знают, насколько важно правильно подготовить свое детище к соревнованию. В этом году все трое настроены решительно. В том году мы заняли четвертое место. В этом думаем хотя бы в тройку попасть. Лучше первое. Да, лучше первое место. Надеемся. Чем будете удивлять в этом? Будем удивлять скоростью. Главное для участников этой номинации заставить робота двигаться по заданной траектории. Это некий прототип автопилота. Во время репетиции машина начинает проявлять характер. Все исправим. Это исправляется очень просто. Одним нажатием клавиши. Всего на фестивале представлено 8 номинаций. Одна из самых зрелищных. Сумо. Задача победителя – вытолкнуть робота-соперника за пределы ринга. А это бойцы тихого фронта. Ребята с безграничной фантазией. Представители творческой номинации. Артем Мицкевич из Борисоглебска собрал этот самолет из потолочной плитки. А после с помощью микроконтроллеров научил его всему, что должна делать настоящая Cessna 150. Я его очень долго делал. Проводил разные тесты. И когда он поднялся в воду, это радостно. Ну что, будешь пилотом самолета, когда они предостатки? Не знаю. Или все-таки программист? Нет, мне нравится конструировать и пилотить. Победители фестиваля, как всегда, ждут дипломы, денежные призы. А еще это новшество этого года – возможность показать себя на еще более масштабном конкурсе. Речь об участии в Олимпиаде по математике и информатике Иннополис Open в Татарстане в следующем году. Юлия Саушкина, Дмитрий Наякшин, Ольга Кирилова, Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова